всем привет вы на канале тренер хапаев я бы сейчас хотел в общем то я всегда общаюсь без особой какой-то подготовки как обычно это делают многие видеоблогеры когда выстраивают какой-то план разговора и речь льется очень гармонично тема развивается во всех красках у меня такого нету потому что я не ставил себе задачу удивлять ну вот какими-то познаниями тем более что мы же все прекрасно понимаем что все эти познания берутся соседних сайтов соседних форумов соседних публикаций то есть люди сначала что-либо прочитывают и потом уже транслирует как бы от себя ну иногда дают ссылки чтобы уж совсем это не выглядело таким плагиатом да вот наглядно что понятно что если человек начинает манипулировать какими цифр какими-то цифрами медицинскими терминами естественно что он их откуда-то взял тогда он дает какие-то ссылки я этим не занимаюсь и потому что ну мой мозг так сложен я будучи профессиональным спортсменом особо тоже не искал каких-то знаете каких-то какую-то мистическую информацию которая бы мне помогла там допустим стать чемпионом мира то есть я там решил в 45 лет к 45 годам подготовиться к чемпионату мира выиграл этот чемпионат мира в своей возрастной категории но сказать что я там целый год изучал какие-то восточные практики дышал диафрагмой и надувал мыльные пузыри нет то есть я не пытаюсь искать какую-то большую глубину в простых вещах если мы говорим о коксоартрозе то коксоартроз настолько сложен с одной стороны и настолько просто с другой стороны что когда ты болеешь им то те у тебя мозг разрывается и у тебя потребность у любого в большинстве своему у любого человека найти решение задачи нерешаемой да как вот потому что спрашиваешь у одного у другого третьего ищешь какие-то выкладки у врачей каких-то тоже ничего не получается и все идет по замкнутому кругу в то же время можно любую проблему усложнить и упростить там да ну что ну заболел ты коксоартрозом ну вот факт такой случился значит есть решение это операция или ну выполнение каких-то физических упражнений которые упростят тебе облегчит тебе твое повседневное состояние на твой такой житейский быт но вот эти постоянные сомнения что делать как делать и нужно ли делать потому что все равно будет операция не дает покоя и самое главное самая такая знаете сик самая сильная мысль которая не дает спокойно спать если все-таки способ избежать избежать операции вот я все-таки знаете хочу аналогию провести с нашими зубами то есть я думаю что процентов 80 живущих людей на земле может быть больше сталкиваются с этой проблемой и наверное мало у кого возникает вопроса вырастут ли новые зубы можно ли сделать хотя и в интернете можно найти ответы на эти вопросы можно найти ответы и фотографии видео кто что кто-то расскажет о том как у него вырос второй ряд зубов и у кого-то и 35 если дом зубов то есть у кого-то челюсть как у акулы это все можно найти в интернете но вот реально по земному если рассуждать вот мы округ мы знаем окружающих нас соседей знакомых друзей родственников у кого-то выросли зубы вместо тех которые выпали я имею ввиду зрелом возрасте на у кого-то из вот кариус кариус самоизлечился запломбировались ли самостоятельно дырки до в костях которые эмаль восстановилась у вас то есть вы пили лист папоротника жевали тараканье жопки вы там прикладывались там я не знаю в шкуре гиппопотама вы делали все свои со своим ртом чтобы добиться решения зубы у вас выросли я думаю что нет ни зубы не выросли не пломбы не не встали сами там да не зараз не заросла костная структура не кариес никто не победил то есть все это делают стоматологи у каждого из нас у нормальных людей рано или поздно появляется семейный врач такое ну который по сарафанному радио мы к нему ходим и он нам пломбирует наращивает делает протезы и так далее с этим все понятно почему же вопрос с ротовой полостью зубами он стал для нас очень простым и ясным а тазобедренный сустав вызывает противоречивые чувства и желание найти решение решение какое-то свое мистическое что может быть где-то горах там тибета наверняка есть тот монах который знает как избежать операции сейчас опять предвижу что кто-то меня слушает и скажет ты же вот знаете выхватывание из контекста что ты же топил ты же не хотел делать операцию сразу повторюсь что я не хотел делать операцию и не думал о ней потому что я двигался ходил и тренировался относительно нормально были дискомфорты но у кого нету дискомфортов вот объясните тогда мне вы живете в окружающих в окружающем мире среди людей у которых там колиты гастриты там поджелудочно не в порядке там панкреатиты да это постоянные дискомфорты это какие-то диаре эти какие-то вспучивания какие-то неприятные колики люди годами живут с этой проблемой почему они не идут сразу на операцию им давно уже говорили камни в мочевом пузыре в давно уже говорили сходи на операцию убери эти камни да там сейчас это делается легко там и ну вот я просто как в народе у нас почему никто не бежит на операцию почему все терпят боль и живут со своими маленькими вот этими болями со своими проблемами находясь в каком-то состоянии стресса ну потому что так человеческая натура устроена что пока не прижала вот в самый последний момент да вы живете со своими проблемами в согласии борете с ними где-то они когда-то уступают вы побеждаете у вас уходит боль вы чувствуете себя нормально забываете о том что вы хотели вчера на операцию и так далее это обычная жизнь обычного нормального человека и самое главное что мешает сосредоточиться на себе именно на себе в решении собственной проблемы это постоянная примерка чужой рубахи постоянная вот оценка чужого суждения постоянно оценка чужой жизни когда вы думаете вот у него так получилось значит у меня так получится он же смог это сделать значит я смогу это сделать и нам это все время мешает сосредоточиться на самом главном на своем решении я например ну когда решался на операцию я не отталкивался ни от кого у меня не было ни авторитетов не не примеров никаких там на которые я мог бы сослаться я просто жил пока у меня все было хорошо и после того как я уже в совокупности потому что вы многие болеющие коксоартрозом особенно на ранней стадии не не представляете не знаете что за собой влечет третья четвертая степень а те кто болеют 3 4 степени в экран же так не рассказывают ну во первых не все публичные не все хотят делиться а также это совокупность многих заболеваний идет то есть коксоартроз вытягивает на вот на себя или из вас начинает вытягивать сразу очень много заболеваний о которых никто не рассказывает это и повышенное давление или может быть пониженное это проблемы желудочно-кишечным трактом но в данном случае у меня была реанимация панкреатит то есть где-то за полтора года до операции меня внезапно увезли с приступом панкреатита и я уже до этого приступа почитал и исследование и знал что коксоартроз влияет на подживудочную потому что но он находится рядом до процессы воспалительные процесс смерти который находится у вас в костях ну грубо говоря ну не грубо говоря так она есть да естественно энергия смерти расходится у вас на как от от взрыва там идет облако и я знал и когда у меня врач меня в постели спрашивает бухал ты вчера до при условии того что я алкоголь не употребляю лет двадцать то само выражение врача я понимаю что врач ну недалекий потому что он смотрит на меня на спортивного мужика лежащего там в посредине в реанимации подняли в палату интенсивной терапии где лежат без ноги и без руки которых вот вытянули грубо говоря да вот тут после тяжелых операций и мне спрашивают бухал ты или не бухал я говорю у меня коксоартроз он на меня смотрит он не понимает он не знает но вы вот кто сейчас смотрит и имеет заболевание коксоартроз знаете прекрасно о чем я говорю мочеполовая система давление уменьшается у мужчин струя падает понятно что возраст понятно что много что в факторов каких влияет но коксоартроз воспалительные процессы усиливают это все ухудшает ваше состояние помимо вот этих всех перекосов в теле которые происходят до из-за того что перекосы таза еще внутренние органы начинают работать хаотично но работают некорректно и могут возникать обострения вот в совокупности с вашим коксоартрозом и если человек это понимает то есть один же человек может это понимать что причина является коксоартроз это не я придумал это не я сказал почитайте глубже поищите существуют эти все научные выкладки если на человек понимает что вот этот очаг смерти он воздействует на весь организм то он решается на операцию чтобы избавиться чтобы очиститься это опять же далее напоминаю что в азии там на западе еще называют коксоартроз инфекционным заболеванием то есть суставные заболевания и инфекционный то есть акцент делать на то что есть там какая-то инфекция и мой хирург тоже сказал что грибок нужно желательно излечить грибок на ногтях у меня сейчас нету грибка то есть я настолько плотно взялся перед операцией то есть прочитал внимательно взял там необходимые мази взял таблетки и я уже начал перед операцией с ним бороться и после операции добил эту историю сейчас у меня ногти ровные хорошие все нормально но это хирург сказал вы это слышали вы косвенно где-то это слышали но кто-то применил это на себе я вам скажу что я веду группу уже два года и мне лично вот публично мало кто об этом но лично мне пишут и я вам скажу что грибок у многих коксоартрозников у многих но много но много из них об этом не говорят я сейчас не хочу расставлять акценты на а причинах если причинах и следствиях я я не врач и а тренер просто я рассказываю о в таком свободном разговоре я пытаюсь передать то что меня беспокоило что о чем я думаю чтобы это был такой живой разговор без каких-либо программ без планов там каких-то просто вот говорю вспоминаю что меня беспокоило и что сейчас меня абсолютно не беспокоит то есть я держал себя на строгих диетах то есть по вот панкреатит у меня возник на фоне строгой диеты то есть я похудел до 95 килограмм со 127 килограмм я ушел на 95 килограмм и кушал там все что самое полезное там отварные овощи там фрукты и каши как положено и на этом фоне у меня случился панкреатит то есть сейчас когда я после операции позволяю все какие-то слабости кушаю достаточно более менее свободно в меньшем конечно объеме но достаточно свободно то есть могу сейчас и соленья кушать и прочее меня ничего не беспокоит у меня нету никаких там коликов не в желудке не в поджелудочной у меня все хорошо хороший стул хороший кишечник хороший желудок но когда был коксартроз были сопутствующие проблемы которые многие не увязывают с этим вот о чем я хотел поговорить я просто смотрю на время уже 16 минут разговоров и наверное мало кто дослушает до конца потому что среднее время показывает 4 там 3 минуты а кто дослушал до конца тот молодец напишите в комментариях что вы смогли выдержать это испытание и дослушали до конца спасибо вам за внимание обязательно увидимся живем без боли всем пока с вами был тренер хопах и конечно если вы хотите со мной тренироваться как обычно я должен же сделать рекламу своей группе в которой люди работают уже более двух лет пошел третий год тренируются делают операцию причем уже родственники их подключились то есть меня же смотрят там со стороны из-за плеча здоровые люди там до мамы там папы дяди братья сестры они смотрят и подключается к этой тренировке потому что я уже знаю на себе там да как убрать давление как избавиться от головной боли то есть не просто какие-то советы абстрактные до или сказать и не делать а люди со мной вместе то есть я сам этим занимаюсь то есть мы какую-то проблему общую находим начинаем с ней работать и за дня в день постоянно до логически объясняя каждое действие почему она так делается и у людей проходит давление восстанавливается шейный отдел голова перестает болеть там настроение улучшается до выравниваем спину плечо там у кого проблемах то есть это комплексная работа потому что коксоартроз это всего лишь навсего следствия а причина это много много всяких периферийных каких-то изменений которые в конечном итоге и привели туда где у нас случилось несчастье поэтому кто захочет пожалуйста ссылки есть внизу под видео смотрите пишите обсудим ваше нахождение в группе еще раз прощаюсь с вами пока увидимся ваше нахождение